так добрый день надеюсь меня видно и слышно пока участники подключаются напомню что если вы тут находитесь видите слышите меня значит вы попали на прямой эфир отраслевого бизнес-сообщества фитнес-эксперт где мы каждый день обсуждаем важные темы для развития фитнес-клубов и студии и продолжаем это делать несмотря ни на что ну что сразу до традиционно хочу к сожалению хочу сказать что мы постараемся избежать на наших эфирах какие-то эмоциональные или прочие моменты связанные с ситуацией стране а сконцентрируемся над тем что можно сделать для поддержки наших фитнес-клубов студии конечно мы не ожидали что двадцать второй год станет для нас скажем так выходом из кризиса двухгодового пандемического конечно все события были для нас неожиданно и для вас я думаю тем не менее я думаю так или иначе мы уже ко многому успели подготовиться в первую очередь подготовиться тому что произойти может быть все что угодно работаем с тем что есть за уже в чатах коллеги обсуждают о том что с прошлой неделе некоторых регионах и клубов стали заметно снизились продажи заметно снизилась посещаемость ну первое что конечно связано с я думаю с эмоциональной оценкой всего происходящего людям тяжело было справиться с эмоциями некоторых сдержались от каких-либо походов в том числе и фитнес-клубы но конечно мы надеемся что так или иначе этой ситуации в этой ситуации фитнес-клубы станут в первую очередь в помощь психологическому физическому состоянию людей мы сможем качественно и продуктивно оказывать наши услуги для того чтобы так или иначе несмотря на все невзгоды на всей экономическую и фактическую до состояние то что происходит люди находили поддержку фитнес-клубах оксана вроде у меня бегает столбик о том что меня видно и слышно поэтому наверное вам нужно перезагрузиться вот ну что сейчас мы да ну и также хочу напомнить что мы анонсировали темы этой недели мы их немножко переделали буквально там уже сегодня мы везде всем разошлем на официальных наших аккаунтах мы об этом пишем немножко темы у нас изменили исходя из ситуации исходя из ваших запросов и в том числе понимаю что не укладываемся мы в рабочую неделю эфиры пройдут и в субботу и воскресенье следите за новостями конечно же все записи мы выкладываем надеемся мы вам будем полезны ну что сегодня у нас тема традиционно важная для каждого фитнес клуба поговорим о продажах хочу пригласить нашего эксперта Владислава Кузина Владислав сейчас у вас появится приглашение и ждем вас в эфире знаю что можно все вопросы писать в наш чат и эксперт мы постараемся ответить либо в процессе либо в конце эфира хорошо что коллеги друзья всем добрый день спасибо за проявленный интерес да действительно в это время пообщаться на наши насущные темы и надеюсь будут какие-то в дальнейшем вопросы там или комментарии буду рад ответить и раскрыть какие-то темы если что-то было недоступно или непонятно мной сказано позвольте дать некую рекомендацию в начале нашей такой до нашего общения чтобы информация воспринималась постарайтесь быть как я говорю снять корону да мы все с хорошим опытом с интересного больше чем надо это наверняка раз вы здесь оказались смотрите сейчас или слушайте записи нужно быть открытым как книга чтобы информация действительно леглась и дала новые какие-то витки развития точки роста я постараюсь говорить с позиции чтобы все наши слушатели меня услышали почему все слушатели я говорю потому что моем опыте я как бизнес наставник как антикризисный менеджер часто встречаюсь там с запросами я приезжаю я приезжаю клуб просит мне сделать какую-то экспертизу рекомендации дать и ну скажем так отдел продаж это основополагающие действия в валовом доходе и у собственника одни боли он их по одному видит у руководителя клуба другие более начальника или руководителя отдела продаж третий хотя все хотят конечно же доходов но начальник отдела продаж говорит ли руководители продаж что вот не дают рекламу нет входящих звонков управляющий говорит до чего там вроде обучение все есть тут оборудование все я делаю делаю народ какой-то чудной там сотрудники непонятные не слышат не видят мотивацию не понимают собственник говорит я вроде покупаю оборудование ремонт делаю чего не так почему нет продаж до запросы разные но все хотим прийти к одному к продаже и вот именно поэтому еще раз постараюсь говорить чтобы для всех это было основополагающим моментом моего пути работы я уже порядка двадцати лет фитнес индустрии работал и при отелях да велнос центр не управлял на стартапах мой опыт большой был антикризисного менеджера также меня приглашали я продавал клубные карты годовые как за шесть тысяч рублей так и за миллион триста об этом даже написал журнал forbes январь восьмого года что кузин владислав продает самые дорогие клубные карты в россии да вот на это 40 тысяч долларов да там 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 курс почему это сказал чтобы создать запрос нужно усилить продукт вот продавая карты разные сначала тоже подзатыльники мотивации как как учебник написано финансово не финансово мотивация должна быть управляющего чтобы больше продавать я потом понял чтобы продавать нужно создать базу это продукт затем идет цепочка это выявление целевой аудитории если мы выявляем правильно мы значит правильно можем делать и предложение и для предложения мы ищем канал сейчас зачастую все идет обратно мы ищем каналы мы обучаем сотрудников всеми там до этапом продаж постоянно меняем мотивацию сотрудников обучаем меняем опять же но мы забываем про главный о продукте вот чтобы сделать сейчас тоже хочу в историю назад чтобы продать самую дорогую карту в россии она не сразу была дорогая она была дешевле в два раза когда я пришел тут волнас центр управляешь как мы сформулировали на потребностях нашего клиента новый продукт и он зашел кто почему сейчас я говорю отдел продаж что они делают количество звонков количество встреч мы их ведем чтобы они вели клиента поворонки продаж да сейчас технологические пути всем известны программа на в этом помогают сереем там приложение аналогичного характера все отлично но почему в итоге клиент говорит мне надо подумать и вот давайте мы сейчас разберем маленький пример почему мне надо подумать что мы рассказываем клиентам наш фитнес-клуб имеет такую-то площадь такие-то залы какое-то оборудование тренерский состав самый лучший вот наши фотографии вот их регалии этот же клиент этот же клиент приходит в соседний фитнес-клуб ему говорят эти же слова наш фитнес-клуб такой такая-то площадь вот посмотрите такие-то залы групповых занятий тренажерный зал вот оборудование тренерский состав самый лучший обучается и клиент думает а в чем дело слова то одинаковые ну цена разная да улицы разные а все одно и то и вот тут возникает такой момент а вы сами то попробовали стать на позицию клиента на позицию вашего хотя бы гостя покажите покажите изюминку свою свою уже забыли что такое изюминка фитнес-клуба фитнес-клуб даже сейчас сотрудники ваши не знают как слово фитнес переводится так знаете то есть заложить в базу культуру да даже кто-то помнит да в школе физкультура у нас была великолепное название физическая культура у фитнеса тоже есть хороший перевод так давайте и создавать эту культуру вернусь к саму опыту я поработал в отелях и я помню еще в начале нулевых в середине нулевых когда я принимал клуб я говорю что ребят мы не просто фитнес-клуб мы не просто качалка потому что еще помните времена то есть там многих тренеров это было очень прям параллельно да в канажерном зале особенно мы индустрия гостеприимства так вот все сервисные действия неважно это клининг отдел продаж тренерский состав ресепшн нужно делать с позиции индустрии гостеприимства этого сейчас не хватает не хватает внимания сейчас я вам расскажу аргумент который я слышу когда я принимаю клуб и как вот или меня просят его протестировать или помочь мне говорят клиенты сейчас очень избалованы изысканные придирчивые зажрались сами не знают что хотят и знаете как я там тоже лес в операционку а что же делать а как на что посмотреть чтобы повлиять я потом говорю а вы то кто мне говорил об этом не важно это собственник или управляющий клуба кто меня приглашал или руководитель отдела продаж а вы то сами тоже стали сейчас избалованы изысканы придирчивые а вы сами то знаете что вы хотите и вот эти маленькие моменты начинают задумываться может быть мы действительно не так делаем презентацию да сейчас все обучены да сейчас учиться уже хорошо достаточно комфортно на удаленке много инструментов много оборудования много методик а в итоге мы забываем о продукте да даже в очень хороших там сильных сетях вроде бы все кажется идет по регламентам все одинаковое но каждый клуб то разным все равно каждый клуб разный создайте письмо гостю знаете как вы приезжаете в хороший отель звездочный это не во всех отелях бывает вот я работал так и там вечером да вы получаете в номере письмо гостю вам рассказывают о каких-то интересных особенностях этого места историю еще что-либо о людях рассказывают а вы давно рассказывали только сегодня у нас акция такая такая-то думаю лучше соседи так-то так ну ребята они говорят то же самое вот если пойти от своего продукта все начнет меняться не в одночасье нет но как раз таки внимание сейчас не хватает людям все правильно сейчас да ситуация непростая ковид сейчас да там в стране такие вещи происходят как раз таки и это говорит о том что людям внимание нужно расскажите о своем продукте позвольте теперь от своих слов я перейду к таким вот практическим моментом как это возможно сделать опять же каждом месте это все индивидуально однозначно однозначно индивидуально по-другому быть не может но кто у вас делает презентацию клуба кто и вообще сочинил а занимается ли ваш отдел продаж в вашем клубе ходит они ко всем тренер вы только к одному и и смотрите как в обучении я всегда стараюсь применить такую вещь чтобы они сами обучались и обучали своих коллег не важно сколько вас водили продаж 2 человека 12 человек или больше разбейте клуб зонально там ресепшн раздевалки бассейн групповые занятия единоборства там ну все все зоны там да одна чтобы столько человек вас ну разбить сколько вас человек в отделе продаж там 4 человека на 4 зоны 10 человек на 10 зон и и закрепите за каждой зоны одним одного человека дайте какое-то время чтобы он написал об этом презентацию и рассказал об этом ну еще что в тексте да и в словах у вас будет таких там все зоны будет закрыта затем вы с руководителем создайте письмо вот это единое пусть они друг другу порассказывают эти нюансы бассейн температура воды хлорирование не хлорирование тренажерный зал почему такое оборудование почему вас вот именно вот так вы это делаете много много нюансов которые есть именно в вашем клубе это сто процентов потому что без этого быть не может для вас это стало уже обыденным а сделайте так что это ваша изюминка ваша атмосфера и вы увидите свой продукт совсем по другому потому что вас действительно есть люди и делая такое письмо клиенту вы попробуйте действительно создать это письмо проведите его по каким-то вашим ритуалом праздникам каким-то историческим моментом которые были может быть даже они очень негативные там оборудование сломалось там еще что-то такое там но это тоже интересно это тоже интересно это ваша жизнь это вот первый момент самый простой вроде бы создать такой вот письмо клиент не просто договор которую под приложите да вместе карте а именно письмо уважительное письмо от управляющего от команды клуба да пусть все подписи свое имя поставят когда-нибудь вам давали такое письмо я думаю что вы для вас будет это технически не сложно но отношение смею вас заверить будет иной кто получил это письмо следующий момент давайте изысканности клиентам относиться с плюсом да с уважением я чаще всего рекомендую эти вещи ну чтобы почувствовал клиент свою важность ему нужно обратиться с вопросом а вы вообще-то в последний момент в последнее время задавали вопросы вашим клиентам а что они хотят вот реально никогда не к вам приходят с каким-то негативом с каким-то там да разборами это не так то не так сауна сломалась там душевые там текут а просто опросы какие-нибудь вот когда в последнее время делали мы зачастую думаем что мы знаем все вообще-то мы должны знать но это не факт что именно это нужно нашим клиентам сейчас я тех клубах с которыми имею касание рекомендую мы это вводим и это имеет очень хороший положительный интересный результат что мы продление карт кому никогда совершаем мы это делали через анкету опрос не просто что у вас через месяц заканчивается карта да там сервисный звонок у вас с ремки выскакивает там ну как у вас там сделал там за две недели за месяц у кого-то там за неделю вот у вас заканчивается карта вот я вам напоминаю менеджер я ваш менеджер все доброго до свидания да вроде бы звонок был да звонок был все время человек ответил менеджер продаж да отметил вы галочку ему поставили да поставили а что он сделал он с человеком поговорил он с галочкой с этой поговорил а если бы этому клиенту спросить знаете ван иванович ольга ивановна мы с вами уже один месяц вместе один год или пять лет вместе я вот ваш менеджер или менеджер этого клуба мне бы хотелось получить а вас обратную связь вопросов должно быть немного 5-7 вопросов об удобстве там как нам приехать как припарковать машину прямо идите по пути этого клиента к вам затем спросить а чтобы вы хотели дополнить изменить что не нравится что мне удобно что вам нравится чтобы и знаете когда вы звоните даже по продлению карты там вашему клиенту прям с негативом грамм тяжело идет контакт а когда вы начинаете спрашивать он откладывает вещи вы слушайте давайте а вот это вот это да вот знаете вот вот так вот так вот так вот так и он начинает с вами разговаривать и в конце мы просто это уже да по методике там который уже отработано а вы в конце говорите знаете а вот по вашему сколько наш клуб да ваш клуб должен сейчас стоить какая должна быть стоимость карты какую-то цифру не сказал вы говорите а у нас вот сейчас вот такая-то цифра если она выше вы можете всегда сказать что знаете сейчас и коммунальные услуги у нас изменились до вы транспортные там до расходы увеличились то есть если цена там вы можете цену ему дать его же цену вообще прекрасно и если вы сможете отреагировать на его какие-то вещи и поставить себе в задачу что-то дополнить изменить или отредактировать это вообще великолепно значит следующее продление у вас повысится еще больше процент продления повысится подведут маленькое резюме вначале дайте письмо гостю не просто опишите ваш клуб количество оборудования количество беговых дорожек что-то попробуйте написать о своем клубе не просто фотографии а напишите о своем клубе что столько людей у нас было у нас проходит раз квартал там или там раз полгода какие-то мероприятия мы будем рады вас всегда видеть раз два три четыре у нас только-то было свайта ну много-много точек касаний можно сервисных до теплых до создавать которые которые были на самом деле и опросник который позволит вас вам общаться с клиентом с вашим гостем на другом языке и смею вас заверить вам как руководителю будет очень интересно почитать что говорят клиент вы удивитесь что но процентов 30 вам скажет интересные вещи на которых можно их послушать отредактировать и это будет точка роста вашего клуба сто процентов прям это вас удивит вот опросники очень очень хорошо влияет на ваш продукт на доверие к вашему продукту и вы сами увидеть некоторые нюансы которые куда же так вот глаза уже замыли знаете как она бывает что еще мне бы хотелось сказать зачастую отдел продаж да мы в гонг ему там гоним его по звонкам по звонкам по встречам посмотрите пожалуйста какие сервисные действия выполняет ваш менеджер одно продаж какие-то вещи можно делегировать и на ресепшен ну у кого-то есть ли там да есть еще надел продаж с ресепшен еще что-то такое потому что вы скажете ну вот анкетирование это уже значит звонок какой длинный получится все такое прочее ну тайм-менеджмент он никуда еще не делся и редакцию значит вы можете сделать потому что зачастую клуб как открылся 10 лет назад он по этой же методике работает сейчас а ваш клиент за 10 лет смею вас заверить изменился в 10 раз а вы в 10 раз изменились вы стали более изысканными или только вы стали изысканными что за фигня чего он не покупает мы все для него сделаем даже купили 5 новых грифов ребята может ему грифов там 5 новых не надо это нужно для трех людей а для большинства нужно вот может быть что-то иное или понять как вам изменять свой клуб пойдем дальше чтобы еще создать атмосферу и свой продукт сделать продуктом ведите какие-то традиции действительно традиции неважно раз в месяц раз в квартал ну раз в полгода может быть маловато делать день открытых дверей хороший инструмент на самом деле вам как руководителю это покажет действие кто вашей команде вашей команде игрок вашей команды потому что как он ведет себя с людьми там да это раз именно когда вот приходят чужие люди сделать комфортное время посещения вашим клиентам и их близким знакомым и друзьям расширить тем самым базу вашу и подогреть клиентам вот что важно и вот такими вещами создается продукт на который вы положите основу да конечно сейчас вы скажете вы ушли опять от продаж нет я иду к продажам если постоянно бить только в одно звонки 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 все это сухо просто и однообразно если у вас в отделе продаж там пару монстров работают которые действительно могут прям знаете вот таких продажников ну бывает их мало но они бывают что они прям действительно любого прям продадут но дай-то бог что такое у вас есть ну таких людей мало и 10 процентов на планете тут же посчитано таких мощных продажников которые да а вот атмосферу создать и она создается не так сложно но чуть чуть длиннее чем хотелось бы но если вы такую атмосферу сможете создать вы создадите свою историю на которой потом все встанет на свои места затем у вас продление увеличится там на 30-40 процентов вы поймете редакцию или изменение в вашем клубе который более правильно надо делать знаете даже вот в сетевых фитнес проектах в любом случае там я работал в маленьких городах и в крупных городах в каждом районе знаете может быть ваш конкурент есть здесь у него там конкурент с хорошим бассейном там да я работал тут у нас олимпийский бассейн был под боком и у нас бассейн был но соответственно значит мы в бассейне сделали то что нет в олимпийском бассейне развивать совсем профессиональный там спорт но не было смысла но мы пошли в другом направлении зато значит у нас зоны единоборств не было вокруг нигде мы усилили зону единоборств то есть понимаете всегда можно редакцию понять прочувствовать и услышать это очень очень важно и нужно делайте опросники делайте дни открытых дверей делайте еще вам даю один инструмент инструмент следующий сделайте клуб внутри клуба а вас должны знать скажем так те места куда ходят ваши клиенты стоматология школа английского языка медицинские центры салоны красоты рестораны бары где возможно входят эти ну наши клиенты старайтесь так чтобы не просто там ваши какие-то визитки лежали вообще уже мувитон раскладывать визитки там партнеров или самим куда-то класть ребят только подарки делайте подарки дарите людям что-то ну и подарок должен быть вкусный тоже это не забывайте на дни открытых дверей пусть ваши же коллеги да с которыми вы начинаете делать вот такие бартерные какие-то совместные проекты пусть также делают подарки они из себя вас покажут в вашем клубе и также сделают подарки людям да клиентам которые к вам пришли гостям вашим да накройте да красивую посуду да мы же когда гости приходят да мы там скатерть постелем да и посуду да мы выставим да помните как у родителей у нас было сейчас такое реже такое но так всегда вот этот момент очень про это мы забываем зачастую делайте клуб внутри клуба вокруг вас должна быть аура тех мест куда ходят ваши клиенты они должны это чувствовать что вы везде вместе с ними что вы везде вот этот момент следующий момент мы говорим также все о продукте мы говорим о продаже о продаже продукта через эти инструменты а теперь интересный инструмент надеюсь как минимум все ваши сотрудники являются амбассадорами вашего клуба они в своих соц сетях себя показывают также показывают и ваш клуб а ваши клиенты сделать из клиентов амбассадоров сделайте это на каких-то ваших мероприятиях соревнованиях розыгрышах днях открытых дверей чайные чашечки можно сделать да кепки майки рюкзаки да сделайте розыгрыш кто больше всех в инстаграме что-то там это и это вы дарите что-то делайте амбассадоров однозначно вот это вложение в рекламу это самое эффективное вложение в рекламу да сейчас ваши рекламщики скажут таргетологи так значит сюда вот столько сюда вот столько это ваш отдел продаж не сработал я сделал поток нет ребят зарабатывают на этом только тот таргетолог в итоге работа только с людьми без этого нету смысла даже вкладываться в иную рекламу если вы не сделали основополагающие действия работа и атмосферы работы у вас в клубе другие инструменты не сработают вы просто не выкиньте деньги но их неправильно инвестируете делаем клуб внутри клуба делаем амбассадоров и обучение пусть обучаются сами же сотрудники на анкетирование сами же сотрудники создадут письмо гостю как вы поздравляете вашего клиента с днем рождения с любым праздником так вот в одном письме гостя вы можете просто весь коллектив распишется или хотя бы два-три руководителя с которыми потом встретиться в течение какого-то времени с управляющим с координатом этажерного зала с руководителем групповых программ на вводных занятиях или еще где-либо вот это интересно создавайте свой продукт постарайтесь услышать свой продукт для этого нужно не просто прийти и позаниматься а так чтобы понимаете вы задышали этим клубом вот посмотрите на него по-другому а для этого вам нужно сходить и позаниматься к вашему конкуренту когда вы последний раз не просто позвонили сколько у него сейчас стоит карта да вы сходите позанимайтесь купите там один-два дня там сколько там посмотрите как работает оборудование как у них сделаны моменты как клинк у них работает плюсы-минусы понимаете не просто цены а какие-то нюансы и они вам подскажут ваши сильные стороны они вам подскажут с какими действиями вам нужно работать введите этот еще инструмент дополнительный инструмент в маркетинговом анализе не анализе конкурентов да давайте вот маркетинговом анализе позанимайтесь у вашего конкурента руководитель делопродаж пусть ходит позанимается там кто-то из менеджеров позанимается из руководителей фитнес департаментов позанимаются и пусть даст обратную связь действительно профессиональную техническую там не просто вот у них сетка группы программ вот это вот это вот это соотношение платных бесплатных соотношение посещения это вы уже с цифрами разберетесь а именно что там как вот дышит у них клуб насколько там есть плюс минусы по поводу продукта как дышит клуб а кто встречает вашего гостя вашего клиента школьники или все-таки встречают люди которые их уже настраивают на тренировку я сказал слово школьники я ни в коей мере не хочу там упростить работу администратора нет это сложная работа потому что зачастую клиент приходит и эмоционально не готов высказать своему тренеру что-то там да или саму менеджеру и вот он вот стоит на ресепшен молодая там девушка молодой парень они там учатся в институтах там еще где-то там да и подрабатывает у вас и вот он на них все выливает постарайтесь вот этот момент как-то тоже создать чтобы изначально при входе уже человек понимал что он пришел в другую атмосферу что здесь не для галочки с ним выдают ему карту или ключики выдают просто с ним поздоровались нет он пришел в погружение другого продукта что все вот она хлеб-соль да как Макдональдс золотые ворота да буква это золотые ворота а вы сделали золотые ворота вашего продукта а мы просто вот все договор денежки чек прикрепили все процент увидели услышали в компьютере все довольны он ушел а что с собой унес какую атмосферу он домой принес вот о чем сегодня я вот пытаюсь что-то сказать позвольте позвольте я начну еще раз откачусь к нашему началу у меня есть опыт работы продавать клубные карты там за шесть за десять тысяч рублей в год и за миллион триста и там и там имея скажем так сформированный продукт пакет услуг это возможно делать планы всегда не раз я делал х2 и х3 приходя в клубы в топ-5 выводил клубы в сетке где было 69 клубов я за два года в топ-5 выводил клубы который вроде бы где-то там на окраине находится просто создается атмосфера мы создаем атмосферу она создается через много факторов тренера мальчик девочка разноплановые тренера должны быть сетки групповых занятий менеджер отдела продаж они все разные должны быть и мальчики и девочки с разной харизмой но продукт это главное это то что может и должно быть во голове давайте немножечко резюмируем давайте немножечко резюмируем такая как я говорю агрессивная достаточно мощная машина и мы работаем именно в этом плане мы их еще быстрее разгоняем 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 нужно это делать контролировать видите слышите нужно но они должны иметь и перезагрузку в виде каких-то вот обучений может быть чтобы они кого-то пообучали вот эти моменты да сейчас есть рекомендация что в отделе продаж чаще всего нужно менять тогда раз шестеро-десять месяц есть такая рекомендация менять мотивацию на 80 процентов с этим согласен да потому что мотивация должна быть но даже в этот момент мотивация должна быть и индивидуальная и обязательно командная если вы сможете еще и клубную мотивацию подключить это будет вообще великолепно не все на это реагируют но как раз таки именно так вот команда и создается вы видите на кого влияет те или иные иные ваши мотивационные шаги кому это становится интересно кто-то начинает еще лучше работать помогать коллегам а кто-то типа блин а чего ну я работаю а чего какой смысл там ну сделал клуб выполнение плана или отдел продаж и чего вот эти все факторы они тоже влияют однозначно так как создать свой продукт просто постарайтесь свой клуб увидеть для этого вам нужно первое позаниматься в других клубах не позвонить вам а позаниматься ну наверняка в своем клубе надеюсь тогда что вы будете когда вы занимаетесь и позанимайтесь у разных тренеров обязательно когда управляющий приходит и на групповые занятия и к разным тренерам тренируется в педажерном зале это очень хорошо когда клиенты видят что ваши сотрудники тоже ходят на все виды да все виды там которые услуг применяется в клубе это тоже очень важно получать обратную связь разговаривать с клиентом слышать об этом и клиенты пусть вам говорят не когда совсем там что-то припечетом а когда в хорошем настроении там или еще что-то такое это важно это очень важно письмо гостю письмо клиенту вашему создайте создавайте опросники особенно работайте с опросниками с клиентами которые с вами уже не один год обязательно нужно доверие развивать и они с удовольствием скажут все ваши сильные и слабые стороны для вашего и определяют ваши точки роста это очень важно это интересный момент опросник вы удивитесь как это интересно клуб внутри клуба обязательно обязательно не просто визиты а чтобы я не знаю там о ваших днях открытых дверей там не просто где-то в вашем инстаграме это для ваших же клиентов это было допустим рестораны кладут флайер в счет там три дня фитнеса бесплатно если вы придете на день от двух дверей с другом там еще что-то такое это вкусно это подарок это подарок и пусть обратной будет реакции потом и ресторан так же сделать или салон красоты так же подарит какие-то свои бонусы вашим клиентам там на соревнованиях на мероприятиях на днях рождения это очень очень тоже атмосферно создает игру длинную сейчас без этого мы не сможем развиваться сейчас каждый клуб только создавшим свою атмосферу спокойно двигается вперед без провала а клуб который не создал эту атмосферу выстрелила реклама в этом месте сделали не выстрелила реклама провалились вот о чем я говорю так вот чтобы была плановость и понимание ваших шагов создайте вот эту атмосферу создайте свой продукт и когда у меня получалось в клубах достичь быстро там ну вот этих действий все выполнение плана не стояло вообще то есть какие бы планы ни делались ни сверху ни спускались мы к ним шли да нужно было вспотеть но вспотеть по плану да именно так создали мы карту за 40 тысяч долларов в год и стали ее продавать и форбс об этом что ну ничего себе а как это возможно 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 спрос рождает предложение но в учебниках там запятая стоит и предложение рождает спрос и все что самое лучшее что телефоновые спрашивали что вам телефон нужны сотовые были да нет их когда изобретали там для этого не нужно было или форт когда машину свою изобретал да и все говорили ты что делаешь на лошадях удобнее кататься или липучки там кто-то просил или зубочистки этот список длинный ну кто-то же этот спрос то сделал придумал вот придумайте ваш продукт ваш новый спрос создайте вот это и вы будете уникальным продуктом внутри нашей большой сети фитнес индустрии у нас у каждого клуба может быть своя история свои базисные действия и тогда вы не будете пилиться с вашим конкурентом ценой кто больше скинет кто больше длиннее карту сделает кто залезет два года три года сами себе подножки начинаете делать историю создавайте создавайте историю вот об этом я вот сегодня вроде бы литьевато но пытаюсь вот рассказать и вот этот момент потому что еще раз скажу что ну серия программа да сейчас позволяет видеть количество звонков по секунду как человек разговаривал мы понимаем значит это на меньшинстве секунд это просто поздоровался много-много этих факторов касаний может быть вам сервисные звонки поменять их направленность этих сервисных звонков поменять но создайте базу ваших действий поговорите с вашими сотрудниками по-другому ваши сотрудники вам когда-нибудь последнее время то что только хотят вот но сломалось это вот но сломалось это постарайтесь так чтобы они уже были партнерами вашими сотрудниками сотрудниками даже сотрудничать с вами и сотрудничать с клиентами в самом названии название это верное вот именно создавая вот это это есть ваш продукт вы сотрудничаете с клиентом вот эту атмосферу если вы сможете зарядить ваш клуб начнет меняться не с первого дня нет и в команде у вас пока таких может быть единомышленников мало но и команда будет потихонечку меняться вот что сейчас вот в наше время возможно создать и возможно на этом поставить базисные свои вещи я повторюсь меня приглашают иногда в клубы это скажем так основная моя работа там понять что происходит с продажами там обучить отдел продаж протестировать клуб там или еще что-либо такое и я вижу что ребят да двери есть тренажеры есть все сделано по плану все правильно а у вас клуба нет у вас продукта нету ребят у вас дыхание клуба нету давайте его создавать что у вас крутится по телевизору я знаете прихожу в клуб недавно я говорю а что у вас во всех телевизорах да висят панели все хорошо там да все сделано но что происходит везде одни и те же как качки ну уж позвольте да за такую таптологию аллегорию там да лингвистический оборот качаются качаются едят грудки ну ребят а к вам что ходят люди которые только хотят быть именно такими людьми кто-то любит кто-то хоккей кто-то бег кто-то плавание кому-то интересно на природу посмотреть на животных вы знаете у ваших клиентов кто дома живет какие животные понимаете как вот вот эти все действия соответственно пусть на ваших экранах тоже будут разные вещи разные вещи вы что транслируете понимаете как вы просто сами зачастую дома-то не смотрите же на эти вещи а почему человек который у вас на элипсоиде идет или велосипед крутит или в беговой дорожке бежит должен смотреть на крупного дяденьку с большим рельефом красиво-красиво но не для всех не для всех мы все разные мы все разные с разными запросами с разными запросами так и на экранах должно быть тоже все разное дежурный тренер чем у вас занимается в санжерном зале понимаете понимаете поменяйте негативные запрещающие все ваши после уберите блины на место это нельзя кидать вот это нельзя делать вот это спасибо за то что вы убрали оборудование после своего подхода благодарите людей благодарите людей за и за то что он должен сделать ему будет это приятно вот эти вещи это благодарность она изначально меняйте формат потому что как я и говорил что вот они стали изысканы да вы тоже должны быть изысканы не к придирчивости к клиентам а к себе вы поменялись за последний год что вы изменили кардинально как часто вы меняете свои клипы на телевизор понимаете как вы когда в продуктовый магазин приходите сейчас мерчендайзинг это целая скажем так культура науки ну не наука конечно так да целая индустрия и переставляют и как правильно выставляют цвета да там местами меняют целые витрины а вы когда последний раз это все делали в вашем клубе вы когда переставляли в тренажерном зале тренажеры сейчас скажете а зачем удивитесь прикольный момент помню пришел в один клуб я и чтобы протестировать свой тренажерный зал сказал что ребят давайте к 23 февраля поменяем а не нет это было к новому году к новому году да перестановку сделали в тренажерном зале а зачем а вот а почему а а а а а а перестановку сделали во первых я увидел как команда работает кто предложил почему такое изонирование это очень важно клиенты кто-то не заметил кто-то сказал что неудобно и третья часть сказали что вообще супер молодцы блин давно я так хотел и у нас в том клубе кстати пошло что мы стали потом раз в полгода переставляли в тренажерный зал ну мы это еще всегда старались сделать там какой-то там небольшой ремонт изменения дополнения в каком-то оборудовании это очень хорошо сразу влияет не просто как вот там пять грифов купили новых а мы это делали что ну в режиме того что это было видно когда зонируется там да клуб меняется это очень хорошо влияет на многие-многие действия создавать и менять клуб нужно тоже интересно создавайте свой продукт создавайте его менять зал в групповом зале не просто менять или редактируйте серп не бойтесь ее менять редактируйте время раньше позже еще что-либо платное бесплатно меняйте и вы увидите обратную связь она не всегда будет положительной не всегда будет и отрицательной но именно так вы будете чувствовать пульс что-то не так вы первым делом под затыльником начинаете раздавать своим сотрудникам так что здесь очень-очень важно вот этот момент элементы создания вашего продукта просто представьте себе там как вот готовится там хлеб из разных и разных элементов и когда у нас же есть традиции хлеб с солью мы встречаем а вы с хлебом с солью сможете встретить что-то сделать такое что вот купили у вас карту и вы с хлебом с солью встретили вашего клиента или просто это у вас там будет водная тренировка как хлеб с соль значит сделайте из водной тренировки хлеб с соль чтобы однозначно была продажа ваших доп услуг после этой тренировки или по крайней мере как минимум ваш клиент понял а для чего тренер то вообще нужен для чего нужно инвестировать в себя для чего клуб этот живет потому что сейчас уже зачастую забыли что клиенты думают что да я сам все знаю что я не знаю я 20 лет хожу уже там в фитнес еще там я с 90-х еще ну технология то меняется оборудование меняется ну и не забывайте на нас лежит ответственность ответственность по технике безопасности как клиенту к вашему так и к оборудованию в конце концов оборудование сейчас это очень и очень скажем так большая статья расходов а это культура ваша это ваша культура иногда приезжаешь в клуб и ты сразу видишь что нету культура да вот бегает дежурный тренер только-только нового взяли он бегает раскладывает блины на места гантели в групповых залах непонятно как все разбросано лежит а в некоторых клубах клиенты сами все это делают но это же все не с одного дня пришло это все шло именно вот создавая вот эти моменты что там спасибо что вы убрали что там да дежурный тренер там подошел помог убрать да там разобрать оборудование еще что-то так дал консультацию это очень важно это очень важно мы не просто должны поменять свои услуги сейчас на деньги мы должны добавить внимание этого у нас не хватает а чтобы добавить внимание нужно вот этот хлеб сделать да я просто почему сейчас про хлеб говорю масленицы же неделя будет сейчас масленицы неделя идет что-то я о мучном заговорил вот такой момент но это все-таки действительно гостеприимство да это у нас есть и так должно быть но мы забываем об этом мы забываем об этом в гонке вот этой постоянного вооружения когда ваш же тренер может пройти когда рядом человек вот калечит себя ну почему это такое возможно но если такое есть ну сделайте возможность что этот человек с тренером поработал еще немножечко придумайте ему вариант там еще водную тренировку поговорить и выяснить и он поймет важность и нужность тренерской работы фитнес индустрии это очень важно мы учили в школе физкультура физическая культура так вот чтобы быть в форме и быть нести эту физическую культуру вот наша работа вот наш основополагающий момент с которым мы сможем в длинную сейчас играть да были времена там когда смс-ку там кинул план сделал ты не паришься я помню времена открывали клуб очередь стояла за клубными картами на улице на улице стояла очередь да как в Макдональдс вот такое было или когда там под новый год лотерею там делали там со скидками какими-то безумными очередь была очередь огромная очередь полтора десятка человек стояло это минимум там по несколько часов сейчас такого нет сейчас там и мы через рекламу там даем такие-то вот сап оповещения чуть ли не фильмы им снимаем это делаем это делаем это делаем а мы забываем что ребят ну нужно же соответствовать а чтобы соответствовать нужно всегда быть в форме да фитнес быть в форме для этого быть нужно в продукте своим да как написано в одном из уставов это в General Electrics да об этом написано нужно быть продуктом своего продукта это в уставе в поведенческом уставе сотрудник General Electrics так написал ну так давайте быть продуктом своего продукта быть в форме создавать физическую культуру нашей отрасли да сейчас мы каждый день бежим бежим чтобы прийти к результатам и того да и того всегда это деньги но это здесь и сейчас но создавая вот эти вещи такие как атмосфера мы сможем только так сможем поработать с клиентами и стать почему-то тем клубом той фитнес-студии о которой говорят в городе говорят на районе это интересно вот создавайте вот это вот создавайте это сложно это только звучит сложно просто нужно вот создать и вот сделать этот вкусный продукт вот здесь мне бы хотелось именно что вот на этой ноте задать вам вот скажем так вот внутреннюю вот такую атмосферу теплоты которую вы сможете пронести да я сейчас не говорил методик планов продаж как вот работать с этим этапом как на это повлиять а как вы думаете через что лучше продавать какую мотивацию посоветуете это другой разговор но он должен лечь на основу на правильную основу просто если выбить эту основу все что вы будете делать это будет очень шатко валка а самое плохое нестабильно нестабильно понимаете вот что как бы я сегодня пытаюсь рассказать довести до вас на нашей встрече да Владислав спасибо большое спасибо за даже сказал эмоциональный эфир я думаю что коллеги зарядились как раз вашим призывом зарядились ваши эмоции и конечно же это конечно все пойдет на пользу ну что вопрос я вижу пока нет в любом случае спасибо говорят слушателям в любом случае мы выложим все в записях и можно будет уже к Владиславу обратиться напрямую соцсети уверен Владислав сможет ответить на ваши вопросы ну что хорошего пожелать всем дня и завтра встретимся в 13 часов снова Владислав спасибо слушателям всем спасибо